Евангелие от Луки, 22 глава. Евангелие от Луки, 22 глава. Я читаю по теме хлебопреломления, текст известный, просто мы обычно чаще читаем из послания к Коринфянам, но не ошибка, если я прочту, из Евангелия от Луки. Настал день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу, большую, усланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». Братья и сестры, здесь чаще всего встречается слово «Пасха». Что такое Пасха? Пасха – это молодой ягненок, которого заколали в Древнем Египте, заколали израильтяне в ночь, в которую они вышли из Египта. И было написано, это Пасха Господня. И Пасха – это постановление вечное, в роды ваши. То есть каждый год в определенный день евреи должны были повторять этот обряд, который был совершен в день выхода израильтян из Египта. Друзья, были некоторые требования к тому, как нужно было есть Пасху. Ну, во-первых, агнец должен был быть непорочный. Порочного нельзя было. Если он был с какими-нибудь недостатками, то нельзя было этого агнца заколать. Это первое условие. Второе условие. Его нужно было испечь на огне. Нельзя было его варить. Нужно было испечь на огне целиком. Третье условие. Есть должна была одна семья. То есть это совершалось в семье, в определенном доме, родители и дети. Если семья была маленькая, и агнец был не под силу, чтобы они съели, можно было объединиться две семьи. Для того, чтобы съесть агнца. Это третье условие. Четвертое условие. Агнца нужно было съесть до конца. Нельзя было оставлять до утра. Нужно было съесть его целиком. И последнее условие. Это для того, чтобы есть Пасху, нужно было приготовиться. То есть они должны были быть одетыми, они должны были быть припоясаны, обуты, и у них в руках должны были быть посохи. То есть когда они съедят Пасху, израильский народ выйдет из Египта. То есть они обретут свободу. Друзья, и я еще опустил одно условие. Кровью этого агнца нужно было помазать косяки дверей. Потому что ночью пройдет ангел-губитель и поразит всех первенцев в земле египетской. Если кровью косяки дверей не помажут, евреи, если не помажут, то ангел-губитель убьет первенца и в еврейской семье. Но чтобы не убил агнец, ангел-первенца, ангел-губитель, нужно было помазать кровью косяки дверей. У меня вопрос, братья и сестры, как вы думаете, если какой-нибудь египтянин услышал об этом постановлении и тоже помазал кровью косяки дверей и съел со своей семьей ангел-губитель? Первенец в семье египетской погиб или не погиб? Как вы думаете? Друзья, я думаю, что не погиб. Египтянин услышал, он не еврей. Он заколол ангел-губитель, непорочного, помазал косяки дверей со своей семьей съел из печеного ангца все как положено, то первенец бы не погиб. Братья и сестры, для чего я это рассказываю? Историю, которую вы все знаете. Потому что написано, Пасха наша Христос заклан за нас. И поэтому я когда-то думал, Пасха постановление вечное, но сегодня некоторые евреи эту Пасху не совершают. А как же Пасха постановление вечное? Братья и сестры апостолы, Павел написал, Пасха наша Христос заклан за нас. И вот я прочитал историю. Иисус Христос посылает учеников, они должны пойти в селение, встретят человека, несущего кувшин воды, пойдут за этим человеком, войдут в дом, приготовят комнату. И Христос собрался с учениками в этой комнате. Друзья, они ели Пасху в смысле ягненка или ели Пасху вот эту, которая сейчас перед нами? Как вы думаете? Я думаю, друзья, это был тот случай, когда в этой горнице была совершена Пасха и Ветхозаветняя, и Новозаветняя. Возможно, это был единственный раз в истории. Потому что они собрались вместе, написано, и когда они ели, они приготовили Пасху, закололи ягненка, испекли его на огне. И когда они ели эту Пасху, Христов взял хлеб и сказал, «Это тело мое». Затем взял чашу с вином и сказал, «Это кровь моя». Она проливается за многих для оставления грехов. Братья и сестры, поэтому сегодня у нас хлебопреломление. Христос сказал, «Сие есть Новый Завет в моей крови». Ветхий Завет – это я вам рассказал. А Новый Завет – это то, что мы будем совершать сейчас. Потому что Агнец, Пасха – это Христос. Он тоже был непорочный. Его тоже закололи. Он был распят на кресте. Есть будет семья, церковь поместная. Друзья, кровь Иисуса Христа помазаны косяки нашего сердца. И в результате Пасхи, которой есть Христос, мы обрели спасение. Потому что написано, «Вы приступили к церкви первенцев». Братья и сестры, первенец в Израиле, в древнем Израиле, сегодня – это церковь Иисуса Христа. И поэтому мы получили спасение, мы получили вечную жизнь, и мы обрели свободу. Первенцы получили жизнь и спасение, и древний Израиль обрел свободу от египетского рабства. Мы обрели свободу от греха, и мы обретаем в результате жертвы Иисуса Христа вечную жизнь. Встанем, помолимся. Отец Небесный, мы Тебя сердечно благодарим за то, что Ты возлюбил весь мир и отдал Сына Своего Единородного.